С момента вступления в должность президента Сорумбая Джейнбекова усилилась борьба с коррупцией. Он потребовал провести беспощадные меры с чиновниками, которые обворовывают госказну. Сейчас количество возбужденных уголовных дел исчисляется сотнями. Фигурантами уголовных дел становятся рядовые специалисты, так и чиновники высшего звена. Так, в 2018 году был открыт единый депозитный счет по борьбе с коррупцией. Для отдельного учета именно возмещаемых средств нашими правоохранительными органами. С момента открытия, он был открыт в июле 2018 года, с момента открытия по сегодняшний день на единый депозитный счет поступило порядка 2 миллиардов 200 миллионов сомов. По принятому порядку эти средства должны использоваться по отдельному решению правительства. Правительство в прошлом году выделило 800 миллионов сомов на строительство и ремонт 15 школ по всей республике. В Чуйской области 7 школ, 7 школ в городе Бишкек, а также в городе Ош одна школа. В этом году мы намечаем сдать в эксплуатацию 3 школы. Это 12 школа, школа в селе Урок на 500 мест и школа в городе Ош, это школа имени Наримана. В этом году мы планируем сдать эти школы. В Кыргызстане с коррупцией борются несколько органов МВД, ГКНБ, прокуратура и ГСБ. Последнее может похвастаться резонансными делами. Выявлением коррупционных схем в Министерстве транспорта, задержанием чиновников разного звена с поличным. Так, недавно им удалось выявить коррупционную схему в дирекции автомобильных дорог, где сотрудники, внося недостоверные данные в систему со снижением суммы, брали у водителя деньги, а разницу присваивали себе. Вопреки интересам государства, на протяжении длительного времени вносили некорректные изменения в указанную автоматизированную систему. А именно, изменяли страну происхождения иностранного транспортного средства, уменьшали фактические габариты авто, при этом взимали оплату за проезд согласно установленному тарифу. Но в автоматизированную систему вносили некорректные изменения со значительным занижением суммы, а разницу присваивали себе. Кроме того, согласно фотофиксации, необоснованно пропускалось большее количество транспортных средств без внесения данных в указанную систему. Также сотрудниками финполиции были задержаны сотрудники УКС мэрии столицы, которые заключали нецелесообразные соглашения с завышением цен на закупку работ по модернизации лифтов. Установлено, что ответственные лица УКС мэрии города Бишкек, вопреки интересам государства, заключали нецелесообразный договор на закупку работ по модернизации лифтов, состоящих в реестре муниципальной собственности, на общую сумму свыше 24 миллионов сомов, когда как стоимость за указанные работы должна была значительно быть ниже. В ГСБ проводятся дальнейшие проверочные и следственные действия по делу досудебного производства в целях установления круга причастных из числа вышестоящих должностных лиц. Борьба с коррупцией по сей день продолжается на всех уровнях государства, начиная от чиновников высшего звена и заканчивая главами сельских управ. Из-за таких проявлений коррупции миллионы сомов не поступали в бюджет государства. Из-за этого было решено установить во всех органах автоматические системы и проводить онлайн-мониторинг. В целях усиления доверия граждан к судебным органам в каждом зале суда были установлены камеры аудио и видеонаблюдения.